Всем привет! Сегодняшний туториал будет посвящен созданию настоящих порталов. Неподалеку в джунглях я нашел храм и решил связать его с системой порталов в пустыне, где у меня находятся все механизмы. Здесь нет видеомонтажа, чуть позднее я покажу как все это дело строится, а теперь давайте просто продемонстрирую. Я вхожу в портал и вот я уже в джунглях в храме. Здесь есть также обратный портал, вот он, он ведет в пустыню. Заходим и мы снова вот здесь неподалеку от первого портала. Как вы наверное уже поняли, это все работает на командных блоках. Поскольку было много вопросов как получить командный блок, я сейчас вам об этом расскажу. Все на самом деле просто, это делается командой gif с указанием ID командного блока 137, то есть мы открываем консоль, пишем slash gif, свой ник, 137 и вот пожалуйста у меня есть командный блок. Также здесь я отметил две точки для демонстрации заранее. Вот с этой точки мы будем стартовать, то есть здесь располагается наш портал, а вот та точка это то место куда мы телепортируемся. Первое что мы делаем это мы запоминаем координаты обеих точек. Я открою миникарту, здесь координаты минус 630, 74, 71 и соответственно здесь у нас координаты 619, 78, 70. Ну точнее несколько наоборот, поскольку нижняя координата это Y, ну сейчас поймете сами. Итак, как строится сам механизм, который обеспечивает работу портала? На самом деле это обычный клоорд генератор. Мы устанавливаем командный блок, еще один блок вот здесь, красный факел, кусочек редстоуна, повторитель с одним кликом задержки и вот здесь также редстоун. Все, основа нашего портала уже работает. Все что нам осталось это запрограммировать сам командный блок. Давайте это попробуем сделать. Я уже заранее подготовил команду, вот она и давайте я объясню что здесь к чему. Самое первое это команда tp, то есть та самая команда, которая будет обеспечивать телепортацию игрока из одной точки в другую. Дальше идет указание собака p, то есть мы выбираем ближайшего игрока и координаты нашей стартовой точки. Те самые минус 630, 72, 74. Ну и радиус 1, чтобы у нас портал срабатывал только в одной конкретной точке. Самые внимательные, наверное, уже отметили, что координата Y была не 72, а 71. Я специально поднимаю эту координату на единицу выше над поверхностью, то есть на уровне головы игрока, чтобы портал работал несколько точнее. Ну и вторая часть координат, уже после закрывающей квадратные скобки, это координаты нашей точки прибытия, то есть координаты нашего золотого блока. Здесь уже высота по Y указывается такая, какая и была, то есть без изменений. Давайте закроем наш командный блок, вот он начал работать и попробуем портал в работе. Встаем сюда и, как видите, мы телепортировались на золотой блок, то есть наш портал прекрасно работает. Попробуем еще раз, вот мы снова телепортировались. Причем, как вы можете заметить, при телепортации направление взгляда игрока сохраняется, что тоже достаточно интересная особенность. Что тут нужно еще сказать? В этом портале, в большом, я использовал целых два командных блока, потому что здесь фактически две стартовые точки и поэтому нужно их обе рассматривать. Для этого делается все достаточно просто, схема незначительно меняется, вместо вот этого блока мы просто устанавливаем второй командный блок, здесь внизу редстоун и красный факел. Редстоун внизу нужен для того, чтобы установить красный факел непосредственно на командный блок. Ну вот, собственно, и вся конструкция. Работать она будет точно так же, как и конструкция, показанная перед этим. Второй командный блок надо, разумеется, настроить на вторую точку, с которой мы будем стартовать. Ну и последнее, пожалуй, дополнение. Вот в эту цепь можно подавать сигнал для блокирования нашего портала. То есть, если мы подадим сюда постоянный сигнал, наш портал выключится. Вот я встаю на эту точку и, как видите, ничего не происходит. Портал не работает. Если я снова включаю эту цепь, то портал начинает работать и меня спокойно телепортирует. Как видите, здесь нет ничего сложного. Единственная, пожалуй, тонкость, в которой я не уверен, это насколько данный портал жрет ресурсы компьютера, то есть ресурсы сервера, на котором он работает. По логике нагрузка здесь должна быть совсем минимальная, но тут я ничего гарантировать не буду. К сожалению, информации по этому поводу я не нашел. Просто строите данные портала с осторожностью, избегайте ставить много порталов в непосредственной близости друг от друга, ну и я думаю, никаких проблем у вас не будет. На этом, пожалуй, на сегодня все. Надеюсь, что туториал вам понравился. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok